Измученный вопрос Буланашского полигона в очередной раз накалил обстановку в администрации Артемовского городского округа. Депутаты местной думы в ходе 48 заседания вернулись к избитой теме. Тем более в заседании принимал участие заместитель управляющего администрации Восточного управленческого округа Свердловской области Сергей Араптанов. Бурное обсуждение депутатов Думы Артемовского городского округа вызвало вопрос об эксплуатации полигона твердокоммунальных отходов в поселке Буланаш и размещения муссоперерывающей станции, так называемой МПС. Сегодня на заседании Думы Артемовского городского округа присутствовал заместитель управляющего Восточного управленческого округа Араптанов Сергей Федорович. Ему были заданы вопросы строительства муссоперерывающей станции в городе Алапаевск, были заданы вопросы по поводу конкретных сроков, когда будет перенаправлен поток ТКО, твердокоммунальных отходов, в сторону вновь строящего муссоперерывающего завода. С большой надеждой артемовские депутаты обратились к Сергею Араптанову с вопросом, когда же уже мы повезем свой муссор в Алапаевск? У нас по округу по Восточному определено три территории, где будут стоять муссоперерабатывающие комплексы. Это город Алапаевск, Байкалос, сельское поселение и Талинский городской округ. То есть такой треугодник взяли и планомерно все эти потоки мусора будут распределены между этими двумя муниципальными образованиями. И сегодня сказать, когда этот муссоперерабатывающий комплекс заработает, мы не можем, потому что в Алапаевске также пока стоит муссоросортировочная площадка, как у вас, сортируется, что-то крупное увозится. Действующие заводы что-то просто складываются для того, чтобы потом, когда заводы заработают, все это привезти туда и переработать. Но так называемые хвосты, они все равно будут поставаться, и их все равно нужно будет укладывать на полигоны. Это неизбежно. Наши хвосты Алапаевску тоже не нужны, поэтому захоранивать мы их по-прежнему должны будем на своем полигоне, дал понять Сергей Араптанов. При этом отметил, что строительство мусороперерабатывающего комплекса – это работа не одного дня. И такой комплекс должен появиться на территории Алапаевска приблизительно в 2020-2021 годах. В городе Алапаевский комплекс собирается, у них сейчас готовится пакет документов по землеотводам, по экологическим отводам. Там очень, ну, процедура очень такая длительная, это не дело одного дня. И дай бог, чтобы только к концу года, может быть, к осени этого года, все документы сделают разрешительные. Там же нужна экологическая экспертиза, это время. Нужна всякая, ну, куча-куча всяких экспертиз. Конечно, депутаты Думы Артемовского городского округа понимают, что мусорная реформа, можно сказать, только стартовала. И мусороперерабатывающие заводы не появятся, как по волшебству. Но зачем Артемовскому городскому округу, в частности, переполненному и без того своими хвостами мусор от соседей? Город толыпается своим хвостами, Байкалов со своими хвостами. А на сегодняшний день у нас нету тут перерабатывающего завода. А почему они сюда-то к нам везут, на Буланаш-то? Ведь это, как бы то ни было, вообще не солидарно. Потому что полигоны, которые в Артемовском, в Алапаевске, они сегодня имеют лицензию и есть у них запас. О каких запасах Буланашского полигона может вообще идти речь, недоумевали наши депутаты. Ведь всем известно, полигон давно выработал все свои ресурсы. В 2019 году буланашцы ждали с нетерпением его закрытия и рекультивации этих земель. Но сроки службы странным образом продлились, причем не на один и не на два года, а до 2024-го. И несмотря на протесты жителей поселка, руководство, муниципалитеты и чиновники показывают свои данные о как будто бы имеющихся ресурсах полигона на всех уровнях власти. Вы говорите так, как есть. Что сейчас там, на данный момент, что мы там видим? Что там отрабатывают карты, как положено, по всем требованиям? Сергей Анатольевич, был задан вопрос о независимой экспертизе, то есть влиянием на экологию. То есть это воздух, земля и вода. Вот эти результаты лабораторного контроля мы предоставили. Это следствие того, если они делают правильно, то да, результаты должны быть положительные. Если они делают неправильно, но вы прекрасно знаете, что там абсолютно ничего не делается. Вы прекрасно знаете, мы только складируем, складируем и складируем. Мы больше ничего не делаем. Мы увеличиваем территорию этого полигона. Я еще раз вам говорю, что все в границах земельного отомышения земельного законодательства не установлено. Есть протокол, есть ад. Мы можем вам дать. И Юрьеву направляли мы. По обращению Юрьева была проведена проверка. Вы же в курсе всего. Сейчас вы вот говорите. Когда вы приехали на место, тогда уже об этом нужно говорить. У нас сдают, когда отвечают. Я не отвечаю. Я поясню. Вы все-таки вводите в заблуждение. Никто никого не вводит. Это вы вводите в заблуждение. Депутат Тагир Тухбатуллин отметил, что пока решается вопрос с местом строительства. Мусоро-перегрузочной станции. Буланаш мог еще потерпеть. Но ситуация сложилась крайне катастрофичная. Когда на полигон, кроме своего мусора, повезли еще и соседский. На сегодняшний день, вот все мы прекрасно понимаем, что, да, еще терпеть можно было только, если бы мы складывали свои твердобытовые отходы на этой территории. И ждать, когда в Алапаевске и там, я не знаю, еще где-то. Но ведь к нам-то повезли. Тербицкий район, муниципальный округ Тербицкий, Байкаловский район. И ведь это не останавливается. И остановить мы это не можем. Мы грубо посчитали, если на этой территории разместить тот объем, наш и привозимый объем, мы получим результат 11 метров на этих... Андрей, он тут с вами расумеет? ...высотой. 11 метров. Санктузанем. И все говорят, все это замечательно. Значит, наши жители поселка возмущаются необоснованно. Все у нас хорошо, все у нас замечательно. Уже аэрофотосъемки показывают, что там больше пяти гектаров занят. А вы говорите, что нам пишут ответы, все нормально. Нам, мало того, мы свой мусор вывозим, мы принимаем чужой мусор, да, от 100 на 200 кубометров в день. При этом, когда депутаты выступили с предложением, в таком случае я поддержу, да, хотя бы посмотреть, что нам везут. В какой категории этот мусор нам говорят, а зачем вам смотреть, и так все хорошо, у нас все в порядке. Нельзя так работать. А когда мы задаем вопрос, значит, нам отвечают, что это предпринимательская деятельность, и мы вмешиваться не можем. Как учредители. И опять у нас получается избирательно. Где-то мы в МУПы можем вмешиваться, где-то мы не можем вмешиваться. Поэтому давайте как-то наведите порядок. И прислушайтесь к мнению жителей, потому что мы здесь все, да, все собрались, и депутаты, и администрация в вашем лице, для того, чтобы жителям Артемовского городского округа жилось лучше. А на сегодняшний день вот этого мы не видим. В свою очередь выступил глава Андрей Самочернов со своей старой песней о главном. Как у нас все хорошо, и не везет к нам, в принципе, никто свой мусор. Но, может, один район, и то не факт. Хотя не так давно, на одном из прошлых заседаний, глава поддерживал депутатов и соглашался, что с этим полигоном действительно что-то надо делать. И как будто бы беспокоился за ввозимый на полигон соседский мусор. Но, видимо, вместе с прибывшим на Думу Сергеем Араптановым-Сквозняком главу переметнуло обратно в оппозицию. В него здесь возит часть муниципального района Ирбит. Это было все разъяснено. Это первое. Второе. По выезду, вот сейчас мы говорим, вот поедет комиссия Росправеднадзора, депутатов вас пригласят, выезжайте, смотрите. Отдельно мы проверку такую организовать не можем. Мы только можем... Вот сейчас с Алексеем Юрьевичем я проговорил это все. Только с разрешения эту проверку сделаем. Вот давайте дождемся проверки на год. Никто же не против, чтобы выехали, посмотрели, что туда валится, сколько туда валится. Вы подписывали это, вот это вот, да, бумагу? То, что мне предоставили все это, да, я, если возьмем подпись, стоит, я не отказываю. Вот здесь же написано, в связи с информацией о потоках ТКОО, первый этап указан на именование объекта, размещение ТКООО, для Артемовского городского округа. Вот здесь вот Ирбитский, Байкаловский, полигоны поселка Волна. Вот же написано. А в армии не сказал, что там возится. Вам же это все написано, это в территориальности. Мы-то верим своим глазам. Мы сейчас поставим туда людей, которые будут все снимать, фиксировать. Люди будут стоять там, значит. Если вы не верите нашим жителям, не верите мне, как депутату, давайте сделаем так. Со своей стороны депутаты постарались донести реальное положение дел на Баланашском полигоне до заместителя управляющего администрации Восточного управленческого округа. Люди-то возмущаются. Это сейчас на конференции поселка Волнаш было принято решение. Конференция проголосовала о закрытии полигона. Потому что в 2015 году уже полигон был переполнен. Это первое. И сейчас идет сбор подписей. Уже собрано более двух тысяч подписей. Ведь нарушены права. Это не полигон у нас. Это у нас свалка. Никакие нормы не выдерживаются. Везут туда все. От, будем говорить, дохлых собак и заканчивая ртутосодержащими лампами, батарейками. Все. И это... Нет никаких карт. Вообще ничего нет. Это просто складируем, складируем. И этот полигон находится выше отметки поселка Волнаш. Все вот эти паводковые воды будут проходить именно через поселок. Мы сейчас опасаемся эпидемии. Вот ситуация. Мы недавно выслушивали Полякова Волнаша. Он 72 года мужику. Он задыхается. Он там живет. Так ладно там со своим мусором еще, как говорится, справлялись батареи. Еще за то, что... Ну зачем? Это любому хозяину не понравится. И так же и жителям. Это неправильно все. Пускай они там обращаются, там в реестры выйти, входят. И справляются с этим мусором, как бы то ни было, до того момента, пока перерабатывающие заводы не появятся. Перерабатывающие заводы появятся, тогда и годы. Проще, и нам год проще. А сейчас пускай, как говорится, сам по себе справляются со своим. Все грунтовые воды, особенно в паводковый период, все пойдут, конечно, по территории поселка. И правильно они обеспокоены. И хотелось бы, коли вы уже у нас присутствуете, хотя бы довести до сведения тех органов, которые должны, до тех министерств. Министерства не один раз как бы занимались этим вопросом, и все остается на том же месте. И когда говорят, что у нас везут всего несколько там и так далее, так что же люди-то совсем глупые, что ли? Они же видят, сколько везут. Наверное, и с этим надо разобраться. И с этим надо разобраться. Вот я к вам обращаюсь, как к представителю восточного округа, чтобы, наверное, надо донести до министерства, что более серьезный вопрос стоит, чем там наверху кажется. Может быть, сегодня задумаются, что люди действительно задыхаются. А ведь неспроста наши депутаты уверены, что вышестоящему руководству, главой Артемовского городского округа, доводится совсем иная информация, несопоставимая с реальным положением дел. Сергей Федорович, ежедневно два мана с прицепом, они приезжают сюда, я не знаю, по 25 кубов, что ли, прицеп и машина. Они ежедневно, они фиктируют, люди, жители фиктируют, что они здесь. Они делают по дворейца. Даже вот по дворейце, это уже 200 кубических метров. Ведь не просто так жители-то говорят об этом. Ирина Владимирович, работа в этом направлении ведется, она постоянно на контроле у министерства ЖКХ, у министерства природы и экологии. Мы ездили к Мертову. С главу глав городу. Услышал ли народных избранников Артемовского городского округа Сергей Араптанов, должно показать время. И реальное положенное начало решения вопроса Буланашского полигона. Тем не менее, депутаты оставили на контроле этот вопрос и решили вернуться к нему в апреле. Когда будет готов ответ из природоохранной прокуратуры по проверке нарушения прав граждан на чистый воздух и воду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова